По поводу самой трагедии и сегодня сообщение по поводу два автобуса и в Тульской области, Москва и Рейлан, и в Подмосковье тоже. Значит, это все звенья одной цепи. Во-первых, конечно же, не только страна наша, но и весь мир скорбит и выражает нам сочувствие и семьям. Конечно же, это очень хорошо, что объединяет, чтобы лишний раз мы просто понимаем, что наш народ добрый народ, вообще народ мира добрый народ. А вот теперь о причинах. Но о причинах самое главное. Я сейчас, может быть, скажу издалека. То есть все наши, все наши беды не только в России уже, но они начались во всем мире тогда, когда и всегда начинались во всех цивилизациях. Это когда во главе угла стояли деньги. Деньги, как у нас стал потом рубль, потом доллар стал во главе угла. Спросите у кого хотите, что высшее благо мира. И все, или 99 на 100, не задумываясь, скажут вам, что высшее благо мира, деньги. Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями. Но что поделать, если жизнь человеческая так устроена, что одни лишь деньги составляют счастье человека. Это слова Толстого, 160 лет тому назад сказаны в Люцерне, записки князя Неклюдова. Так вот, все цивилизации кончали свое существование, когда во главе угла стоял золотой телец, так называемый. И сейчас все причины всех катастроф, всех бедствий на земле происходит именно из-за того, что люди сейчас не работают, а зарабатывают. Зарабатывают. Зарабатывают те, кто строит. Зарабатывают. Не работают. Не хлеб наш насущный. Понимаете, как в Библии. А зарабатывают. Зарабатывают эти доллары. И в погоне за этим золотым телецом во главе угла стали семейных отношений, дружбы, любви. Все стоит деньги. А это приводило к гибели цивилизации и более мощных, чем мы. Вот. Это погоня за золотым телецом. Поэтому все эти... Понятно, что на этих самолетах люди зарабатывают. На этих пилотах пилоты зарабатывают. Не работают. И они уставшие, у них человеческий фактор технический. Кто это проверяет, кто это чинит, опять-таки не работают. И строители этих самолетов, этих пароходов, теплоходов, поездов, автобусов. А зарабатывают. Еще раз повторю, это разные две вещи. Хлеб человеческий дашь нам днезь, хлеб наш насущный дашь нам. Или вот такое, зарабатывание денег. И все это приводит к тому, кто их проверяет, уставшие водители, уставшие пилоты. Потому что они зарабатывают. Удовольствия уже от работы никто не получает. Потому что все нужно на эти заработанные деньги. У нас столько. Недаром я вам в самом начале, вчера еще сказал, когда договаривались нам по поводу интервью, я вам сказал, мы живем как во сне неразгаданном. На одной из удобных планет. У нас столько того, что не надо нам. А того, чего хочется, нет. Потому что от работы этой счастья он не получает, человек. И уже получает столько зарабатывания денег. Во имя чего? Во имя того. И все это происходит и будет происходить. Как это не страшно. Мы заглядываем, хотим заглянуть в будущее. Всегда и всех манящее недалеко, не за горами. Давай испортим настоящее. И будущее будет с нами. Как просто. Видите как. Если бы... Но это уже движение вперед. Это цивилизация. А это всегда пагубно для самого человечества. Если мы могли раньше знать, что эти катаклизмы природные, то все сейчас катаклизмы в душах у нас. И в сердцах у нас. Я в самом начале сказал, что действительно мне очень... Как это может быть в трагический момент? Но очень... Я просто... Ну мне теплее становится, что люди-то сами по себе хорошие. Понимаете, что бы ни говорили... Но при этом, что бы ни говорили защитники народного смысла, толпаясь в собрании хоть и хороших людей, но соприкасающихся только грубыми сторонами и выражающие только грубость и жестокость человеческой натуры. Это опять-таки толстой Лев Николаевич.